Яркое событие в сфере образования прошло в Тихвине. В шестой раз в древнем русском городе собираются представители церкви и государства, чтобы наметить перед собой новые горизонты. Цель мероприятия – создать необходимую площадку для диалога педагогов, учителей и духовенства. Тихвинские чтения с каждым годом все больше привлекают к себе внимание общественности. Под покровом тихвинской иконы Божьей Матери здесь собираются все те, кому не безразлична судьба образования в России. Благодарственный молебен заступницы и литургию в Тихвинском монастыре отслужил епископ Гачинский Амвросий. Чтения в этом году проходят уже в шестой раз. Сегодняшней молитвой мы положили начало новому обсуждению, начало еще одному форуму, на котором соберутся люди неравнодушные. И просим Царицу Небесную, чтобы она благословила наше сегодняшнее дело и помогла осуществить задуманное. Рани все Господь! По словам епископа Амвросия, тихвинские чтения призваны сделать общество нравственно чистым, добиться возможности давать детям христианское воспитание. Сегодня наше общество находится в непростой ситуации. В той ситуации, когда разложение нравственных устоев, распад семей, количество абортов становится все больше и больше. Беспринципное отношение к старшим и те социальные болезни, которые посещают наше общество, конечно же, коренятся прежде всего в отсутствии воспитания детей, в отсутствии воспитания подрастающего поколения. В Тихвин приехало около 500 представителей образования, культуры и духовенства. Основной целью чтений стал обмен опытом в сфере духовно-нравственного воспитания. Конечно же, ожидаешь просто какой-то новый взгляд, новый толчок, новое вение. Иногда одно меткосказанное слово, какая-то идея, она действительно дает просто силы работать, силы притворять какие-то идеи в жизнь, находить новые подходы. Одним из ключевых событий чтений стал договор, заключенный между областным институтом развития образования и Санкт-Петербургской духовной академией. Со сцены прозвучал доклад ее ректора, епископа Амвросия. Ключевым вопросом, который затронул епископ, стал вопрос введения в школы нового предмета – основы религиозных культур и светской этики, в рамках которого планируется преподавание основ православной культуры. Епископ озабочен тем, что предлагаемый родителям альтернативный безрелигиозный предмет светская этика не может служить духовной опорой ребенку. По словам ректора академии, созидание достойного гражданского общества невозможно без знания евангельских истин, научить которым призван предмет основы православной культуры. Под светской этикой можно подразумевать скорее бесчувствие и бездуховность. Не альтернатива преподавания этических норм, то, что мы подразумеваем под основой православной веры, а именно скорее с приставкой «анти». Светская этика – это скорее такой фиговый листочек, который пытается скрыть вот такую религиозную агрессивную вражду, которая, к сожалению, есть в умах некоторых деятелей, относящихся к преподавательской деятельности. Существует еще одна проблема преподавания основ православной культуры. Сама образовательная система не обладает нужным количеством подготовленных кадров, способных достойно к этому подойти. Еще святейший патриарх Кирилл сказал, что вопрос христианского воспитания на сегодняшний день нельзя назвать просто важным, сегодня он главный.